Утримай шанс на бонус до 10 тысяч гривен от FavBet Соловьев опять страдает манией величия, которая подкрепляется неадекватными империалистическими аппетитами Действительно, вы же защищаете свою страну, вы же так оберегаете свои дома, что получается надо уничтожить весь континент Как это не напоминает никаких фашистов Ну это что? А почему останавливаться на Атлантике? Чего дальше уже не продвигаться? Можно атаковать Атлантиду, там Аквамен тоже оружие опасное имеет Это не норма, это какая-то страшная, жуткая, ужасная болезнь Все готовятся к войне с Эрефией, но вот только Эрефия нападает на государства, которые мирно спят Трусливо запускает ракеты по мирным городам, уничтожает инфраструктуру и жилые дома Они и дальше прикрываются защитой, планируя атаковать еще больше государств Навальный против Путина В Питере появились оригинальные билборды фонда борьбы с коррупцией, которые основал Алексей Навальный Их оригинальность заключается в том, что нужно навести на QR-код, который перекидывает на сайт «Россия без Путина» Вообще-то нужно уточнять, что Россия не только без Путина, а и без двойника Путина и без двойника-двойника Путина В Москве тоже появились такие билборды Честно говоря, выглядит так, будто бы этого человека больше никто никогда не увидит На сайте говорится, что каждый активный гражданин в ближайшие 100 дней до президентских выборов должен поставить перед собой простую цель Убедить минимум 10 человек выступить против Путина Думаю, скоро у ФБК появится конкурент в виде ФСБ с лозунгом «Сдай 10 активистов за 100 дней и получи спасибо» Я хочу обратиться со словами благодарности Если это не сработает, то, скорее всего, в России запретят смартфоны с камерами или примут закон о криминальной ответственности за наведение смартфона на билборд Партия «Справедливая Россия», которая почему-то считает себя оппозицией, решила выдвинуть на выборах президента очень сильно оппозиционного кандидата Вот это самый яркий пример оппозиции по-россиянски На самом деле, может, эта партия-оппозиция не деду-президенту, а народу страны? Так сказать, показывает свою оппозицию мыслям людей Раньше мы немножко по-другому поступали, просто немножко душили Очень интересно, как долго они шли к этой идее Потом кто-то воскликнул «Давайте выдвинем его, пока он сам не выдвинул» Давайте работать вместе Я так понимаю, что Путин решил выдвинуть себя 30 раз, чтобы в списках мимо его фамилии никто не промахнулся, даже если захочет Хорошо, ладно Чего я совсем не могу понять, так это для кого вообще эти выборы? Иллюзия выбора без выбора Восемь лет без света Жителям города Воткинск, Вудмуртской республики России Каждый день приходится преодолевать по 2 километра в кромешной тьме из школы и детского сада Путь длиной в 2 километра в кромешной темноте для жителей микрорайона Вагунка, Воткинска, ежедневный ритуал Родители отводят детей в школу лично Отправлять одних небезопасно По пути следования ни одного фонаря Александр Владимирович, хотелось бы задать вам вопрос Когда же все-таки в микрорайоне Вагунка, город Воткинск, появится инфраструктура? В первую очередь, это же, конечно, освещение, дороги и водоснабжение Большое спасибо Ну все правильно, страна не развивается, находится глубоко-глубоко в... ну вы поняли в каком месте А чтобы русские не забывали это, нужно жить в темноте Так жалко А вообще с жителями этого города наверняка удобно ходить на ночную рыбалку и охоту Но мэр знает о проблемах города и уже отвечал на вопросы жителей Все-таки про ситуацию, потому что глава города сказал, что это было осенью снято Когда не было снега Буквально вчера были коллеги вот в Агулке Когда не было снега, мол, снег выпал и стало светло Вот, но мы видели сейчас Не стало Снег выпал, стало светло А если выпадет очень много снега, тогда всем нужно в масках сварщика ходить Чтобы, не дай бог, не ослепнуть от такого яркого света Отлично мэр устроился Ведь наверняка там и дороги от снега не чистят, а то снова темно станет Кремлевский конь Ой, извините Ишак, простите Лавров Хотя нет, все-таки Ишак Заявил, что у России нет никаких завоевательных планов Которые, ну, наверняка понимают Что конкретно решается на Украине И что никаких агрессивных замыслов Каких-то завоевательских планов У России нет, не было и быть не может Я не буду подробно останавливаться о причинах Специальной военной операции Ну да, украинцы это ощущают еще с 2014 года Прям искренне верим Можем любой стране мира дать совет Не верить малорослым дедам с ботоксом и лошадям Тем более говорящим Россия никогда, нигде, ни разу Устами своих официальных представителей Не угрожала украинскому народу Если не верите нам То вот видео города Марьинка Ну да, согласен Не похоже на захват Больше напоминает уничтожение Больше удивляет тот факт Что в зале никто не засмеялся На словах лошадиной головы Потому что выступления Лаврова Все больше и больше напоминают стендап С хорошо прописанным материалом по методичке Страна не будет иметь никакого развития Если мы подавим гражданские свободы и прессу Может показаться, что эти слова Принадлежат какому-то современному И адекватному лидеру А они принадлежат Путину До его потери связи с реальностью Вы знаете, я глубоко убежден в том Что у нас не может быть абсолютно никакого развития И страна не будет иметь никакого будущего Если мы подавим гражданские свободы и прессу Вот это просто мое глубочайшее убеждение И знаете, он оказался прав У них нет ни гражданских свобод Не прессы Ну и как следствие Нет развития Ну, я на этом бы, наверное, закончил Не соврал же Сделал все, как обещал Просто не очень удачную интонацию подобрал Это важнейший, на самом деле, институт Который гарантирует Гарантирует государство Отскатывание в трясину тоталитаризма Мы жили уже в условиях тоталитарной системы И как бы она не приспосабливалась К внешнему миру Ничего не получалось в сфере экономики Но таким важнейшим инструментом Который гарантирует здоровье общество Является свободный пресс Уже жили при тоталитаризме И, видимо, тебе понравилось настолько Что ты решил его и на себя примерить Это ж надо человеку Как повезло найти свой народ Он в открытую врет им десятки лет Они смиренно продолжают ему доверять И даже не думают сомневаться в его словах Спасибо, что смотрели Ньюс 200 Напишите комментарий Поставьте лайк этому видео Это очень нам поможет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!